Я нашел возможность одолжить у своих хороших друзей финансовые средства, оплатить, погасить штраф и потребовал от Пинского отдела принудительного исполнения срочно снять в срочном порядке арест моего автомобиля. По приезду на штрафстоянку с бумагами о снятии ареста на автомобиль, вернее о снятии обязательств по исполнению выплаты штрафа, о топе бумаги, а как таковой бумаги со стороны ГАИ, а акта изъятия автомобиля или протокола изъятия автомобиля как такового не было, или бумаги не было на арест даже автомобиля. То есть изначально я был не уведомлен об этом. То есть у меня лишь только была бумага, пересланная Кушнеревич Викторией Валерьевной о возбуждении отдела принудительного исполнения Пинского и Пинского района. Как таковой бумаги об аресте автомобиля не было. И мне Пиногрузсервис действительно мог отдать автомобиль, но он мне его не отдавал на основании того, что я должен был оплатить еще и эвакуатор и стоянку этого автомобиля на штрафстоянке. В итоге с этим я не согласился. Я позвонил в дежурную часть и пожаловался на то, что дежурная часть меня не уведомила о том, что мой автомобиль был изъят сотрудниками ГАИ и на каком основании. И предъявил им претензии по поводу того, что данный автомобиль, как свою собственность, имея технический паспорт и являясь физически владельцем этого автомобиля, я не могу забрать со штрафстоянки Пиногрузсервиса. Потому что мне вменяют оплатить штраф, вернее оплатить эвакуатор и оплатить стоянку. Но я этого делать не обязан, потому что на руках у меня не было акта изъятия автомобиля и бумаги, которая свидетельствовала о том, что мой автомобиль был арестован. Со скандалом и жалобами в дежурную часть в итоге сотрудники внутренних дел мне положили трубку и, соответственно, мои доводы и объяснения не учли. В итоге я вынужден был еще занять сумму средств и оплатить эвакуатор, оплатить стоянку автомобиля и забрать свой автомобиль. Считаю, что все это очень цинично и делается все для того, чтобы простой семье усложнить жизнь и вынудить ее к таким кардинальным шагам, чтобы просто-напросто ввиду правового дефолта, беззакония и то, что происходит на сегодняшний день, просто покинуть эту страну.